Владислава Кристиева презентует собственный проект. Над ним девятиклассница работала целых два месяца. Гастротуризм представляет собой интерактивную карту. Здесь указана геолокация кафе и ресторанов города, где готовят блюда белорусской кухни. Драники, картофельную бабку, мочанку, клёцки, холодник и налестники. Рядом цены. Приурочена к международному фестивалю народного творчества «Венок дружбы», чтобы в обручании гостей города, которые приедут на этот фестиваль, они могли попробовать познакомиться с культурой города ещё и через белорусскую национальную группу. Проект «Моя земля Приднепровье» стартовал ещё в январе прошлого года. Позади два этапа. В Бобруйске за это время в реальность воплотили свыше 150 идей. Полсотни отправили на область. Лэпбуки, настольные игры, челленджи и новые туристические маршруты – одну из самых крупных задумок реализовали в Центре туризма, краеведения и экскурсии детей и молодёжи. Макет Бобруйской крепости создан на основании карта схем 1855-го. Внутри 13 улиц и переулков, 27 кварталов и 131 здание. Сейчас из всего, что здесь представлено, сохранилась лишь третья часть. Около ста сооружений будто канули в лето. Участие в областном проекте приняли более 20 тысяч детей. Креативные идеи предлагали все 36 учреждений общего, среднего и дополнительного образования города. Подключились и детские сады. Дипломами Бобруйского горсполкома отмечены 72 работы. В рамках проекта много было посещено памятных мест. Это, конечно же, в первую очередь, воспитание гражданско-патриотическое. Дети должны помнить историю нашей страны, города. И эти все, можно сказать, памятные места отражены в наших работах, которые представлены сегодня и в дальнейшем будут использоваться в образовательном, воспитательном процессе в учреждениях образования. Март стал отправной точкой третьего этапа. В планах создание интерактивной карты, где будет размещена информация о достопримечательностях Могилевской области с геолокацией и историческими фактами. Плюс появится и мобильное приложение «Моя земля Приднепровья». Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.